Дагестанец Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. В ночь на субботу в Дагестане произошло землетрясение. Первые подземные толчки, достигавшие 4,5 баллов, были зафиксированы в окрестностях Махачкалы в полвторого ночи. Их эпицентр находился в 25 километрах к западу от столицы республики, а очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров. Через некоторое время произошло второе землетрясение магнитудой в 2,3 балла. Подземные толчки ощущались помимо Махачкалы и ее окрестностей в городах Буйнакских, Аспийск и прилегающих районах. По сообщениям экстренных служб республики обошлось без жертв и серьезных разрушений. Оперативные группы муниципальных образований уточняют информацию о последствиях. В жилых домах населенного пункта Халимбекаул Буйнакского района и в средней школе 4 города Буйнакска имеются незначительные повреждения в виде трещины, осыпавшихся штукатурки. Для выяснения последствий сей смособытия Буйнакский район прибыло руководство главного управления МЧС России по республике Дагестан во главе с Нариманом Казимагомедовым. Очередное преступное сообщество выявлено в Дагестане. На этот раз в поле зрения силовиков попались в сотрудники Росреестра и кадастровой палаты, по версии следствия занимавшиеся незаконным отчуждением земель. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о махинациях землей. Масштабы его впечатляют. Подозреваемые вменяют вину причинение ущерба государству в размере, превышающем 370 миллионов рублей. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать об аресте более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих фигурантов уголовного дела о преступном сообществе. Стоимость имущества, о котором идет речь, около 20 миллиардов рублей. Фигурантами дела стали эксглава Росреестра, четверо его подчиненных, инженер кадастровой палаты и бывший заместитель мэра города. По информации Следственного комитета республики, члены сообщества с 2000 года незаконно продали сотни земельных участков. Делали они это путем составления подложных постановлений от имени главы Махачкалы, поддельных выписок и других сопутствующих документов. В рамках расследования этого дела силовиками был также задержанный депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов. У депутата прошли обыски о претензии к действиям народного избранника, по данным следствия, связаны с его прошлой работой на посту руководителя юридического управления администрации города Махачкалы. И теперь к другим темам. На неделе в Махачкале прошел общереспубликанский ифтар. Верующие мусульмане собрались в шатре Рамадана возле центральной джума-мечети для совместного разговения и вечерней молитвы. В масштабном мероприятии приняли участие представители руководства республики. Разделил трапезу вместе с верующими глава Дагестана Владимир Васильев. Все подробности с места событий у Камиля 9-го. Главу республики Дагестан встретили муфти-шеих Ахмад Афанди, заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров и министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. Затем глава республики и муфти Дагестана до наступления времени ифтара посетили здание муфтията. После беседы они направились к шатру Рамадана, где их уже ждало большое количество людей. Владимир Васильев поздравил всех мусульман с месяцем Рамадан и поблагодарил собравшихся за то, что они пришли разделить трапезу. Когда я только приехал работать сюда, в управление президента, и пришел в администрацию, я проходил мимо мечети. Представьте себе человека, который занимался другой работой, приехал в Дагестан, очень широков, не все понимаешь, справедливо говоря. Я, знаешь, очень немного людей, я думаю, многие из нас позадали в такую ситуацию. Вот я иду и читаю на стене мечети, как говорится, как Всевышний у меня открылся, что Аллах наиболее милостив к тем, кто делает больше добра людей. Вот сегодня в этом зале, в его пределах, и везде сегодня, во всем Дагестане, как рассказал мне Влад Харжи, и на дорогах тоже открылись шатры. Шатры, под которыми собрались люди. Люди, которые сейчас совершенствуют, об этом говорилось уже сегодня, совершенствуют свои духовные качества. Для главы Дагестана Владимира Васильева это не первый ифтар. Уже второй год как глава региона проводит для мусульман коллективные ифтары. Уважаемые братья, как предыдущие выступающие, я тоже вас поздравляю, всех дагестанцев, всех мусульман поздравляю с этим месяцем. Желаю, чтобы Аллах нам дал силу, возможность, чтобы всегда мы оказали друг другу помощь, чтобы у нас всегда было взаимное понимание, уважение. И то, что здесь говорили, ухоленство, благотворительный фонд, какие акции делают, проводят в республике, мы каждый, мы должны знать, если бы не поддержка со стороны правительства, со стороны руководства, мы бы ничего не смогли. В священном хадисе говорится, что тот, кто помогает провести ифтар для постящихся, получает такое же вознаграждение, как и сам постящийся. После прочитанного азана все собравшиеся приступили к долгожданному приему пищи. Напомним, что ежедневно на территории Центральной Джума-Мечети на коллективный ифтар собирается 5000 мусульман. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этой неделе в дагестанских школах прозвучали последние звонки. Теперь школьники сосредоточатся на подготовке к единому госэкзамену. В этом году ЕГЭ сдают более 12 тысяч выпускников, а ОГЭ уже сегодня сдали около 35 тысяч. Наиболее важные вопросы предстоящего ЕГЭ обсудили на встрече с журналистами в Миноборнауке Республики. Среди новшеств этого года обновленная система выдачи аттестата с отличием. Теперь его получат только те школьники, которые подтвердят свои знания на ЕГЭ, набрав не менее 70 баллов по обязательным предметам. Также была затронута тема проноса вспомогательных элементов и попыток списывания заданий. Работы нарушивших правила будут аннулировать без возможности пересдачи. ЕГЭ – это основа для анализа качества образования. То есть, понимаете, мы с вами видим, сколько угодно можно рассказывать о своих достижениях, но если ребенок не может сдать, и не то, что не может сдать, а имеет низкие результаты, целая группа, целый класс, то вполне объективно надо ставить вопрос, а насколько в этом есть вообще, кто в этом виноват, какое качество подготовки самого педагога. Совсем недавно всю страну всколыхнула катастрофа, произошедшая в аэропорту Шереметьево. В результате аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Среди жертв трагедии оказался и 23-летний дагестанец. По словам очевидцев, он погиб, помогая другим выбраться из горящего лайнера. Героя похоронили на родине. Подробнее об этом в сюжете Карины Баталовой. Огонь, волны удушающего воздуха и ужасающее чувство страха. В момент катастрофы десятки пассажиров оказались в панике. Сзади все горит, а впереди толпы людей, которые в этот момент думают только о своей жизни. В отличие от молодого дагестанца Навруза Искандерова, который не потерял рассудок в сложной ситуации. Именно его голос так уверенно и настойчиво просит успокоиться. По словам очевидцев, он помог пассажирам, сидевшим сзади него, выбраться из горящего самолета. Сам Навруз выйти не успел. Ему было всего 23 года. В голове у меня не было, что он мог в этом самолете быть. Но вот слышал, что он вот так вот, спасая других, как бы трагически сам тоже ушел из этой жизни. Я очень, очень даже скорблю этим делом. Но я горжусь за то, что у меня племянник вот как бы проявил свое мужество. Я не говорю, что он там как бы герой, не герой. Дело не в этом. Он просто проявил свое мужское достоинство. Офицерскую честь он выполнил перед собой. У трагически погибшего Навруза Искандерова поистине непростая судьба. Когда мальчику было три года, умер папа. С этого момента он старался добиваться всего сам. В школе был очень старательным и учился на отличном. Сегодня здесь стоит стенд, посвященный памяти юного героя. Он был очень отзывчивым франелем, очень доброжелательным франелем. Когда государство таким ребятам помогает, дает помощь, он даже один момент отказался от твоей помощи. Сказал, я не нуждаюсь. Был очень гордым парнем, достойным парнем. После шестого класса мальчика отдали в кадетский корпус. Воспитать из него настоящего мужчину помогла, как говорят родственники, именно военная закалка. Дальше он поступает в военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге и оканчивает его на красный диплом. После этого Искандеров сразу же пошел на службу по контракту на военный корабль в Мурманске. В возрасте 23 лет он уже носил офицерские погоны Мичмана. По характеру он был очень добрым, отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он знал, когда надо себя в каких ситуациях проявить. Он с кем-то был общительный, а когда нужно было промолчать, он знал и, в принципе, был спокойным человеком. У молодого офицера было много планов на будущее. Он собирался жениться, а также продолжить образование. Мечтал стать адмиралом. Краткосрочный отпуск дома и дальше снова служба. Но у судьбы на его счет были другие намерения. Мама умерла. 20 лет ему было. Тоже не получилось. Мама у него скончалась тоже. Плохой болезни, онкологии. Он приезжал к маме на могилу, чтобы ее нашел, вот это Рамазан Барям, чтобы мать хотела проведать. И вот проведал и ушел, и уехал. Хоронили юного героя всем селом. У Семикенти уже планируют назвать в честь Искандерова улицу и даже школу. Родственники парня на полученные 1 миллион рублей от правительства обещают построить сквер. Ведь, как известно, не умирает только тот, кто в памяти остался как герой. Карина Баталова, Батимат Кадиева, Гаджи Макомедов. Новости ННТ. Каекенский район. Безопасность детей на дорогах накануне обсудили руководители Министерства образования и ГИБДД по Дагестану. Умупазиль Амарова и Александр Шалагин во время рабочей встречи затронули вопросы усиления профилактической работы в школах и пропаганды правил дорожного движения. В частности, Умупазиль Амарова заявила, что до конца года Министерство закупит 95 единиц транспорта, но отсутствие контроля за этими рейсами вызывает у нее большую тревогу. В этой связи необходимо взаимодействие с госавтоинспекцией. Кроме того, ГИБДД по Дагестану активизировала борьбу с поддельными автономерами, которые дагестанские водители все чаще используют, пытаясь уйти от оплаты штрафов за фиксированных видеокамерами на дорогах. На фото видно у нас четко, что это Porsche Cayenne марка модель. А по данным федеральной базы ГИБДД эти номера числи за Хонда и Грета. С начала года выявлено более тысячи случаев махинаций с регистрационными знаками на машине. С целью пресечения таких случаев сотрудниками госавтоинспекции была проведена операция подложные номера. В период с 6 по 20 мая на территории Республики проводились мероприятия по пресечению фактов управления и установки на транспортных средств подложных государственных регистрационных знаков. Всего за этот период пресечено 29 фактов управления транспортным средством с такими знаками и 90 фактов их установки на транспортное средство. Кроме тех, кто использует подложные знаки на машинах, обнаружены и их изготовители. Производили номера в Махачкале на специальном оборудовании, естественно, не имея лицензию на подобную деятельность. По данному факту возбуждено уголовное дело. Жители Каспийска всерьез обеспокоены судьбой стадиона Труд. Сегодня его состояние оставляет желать лучшего. А ведь когда-то эта площадка была самой оживленной в городе. Здесь отдыхали и занимались спортом целыми семьями. Для каспийчан потерять стадион все равно, что потерять частичку истории родного города. О том, почему такое может случиться, и есть ли какой-нибудь просвет в этом деле, узнавали наши корреспонденты. Стадион Труд, или как его называют, народный стадион, был открыт в 1961 году. Со дня основания здесь кипела жизнь. А тут начал свою историю футбольный клуб Анжи. Под сводами дворца тренировалась целая плеяда звезд мирового бокса. И с этой богатой историей стадион через два года должен был отмечать свое 60-летие. Если бы не одно «но». Стадионом может не стать. Существование единственной народной спортивной площадки Каспийска сходит на нет. А все потому, что собственных земли не в том финансовом состоянии, чтобы его содержать. Предприятие «Дагдизель», на балансе которого находится стадион, выставило объект на продажу. В городе даже пошла молва, что на участок уже претендует некий застройщик. На сегодняшний день ситуация такая, что завод в долгах «Дагдизель» имеет перед государством большие долги. И так как они акционерные общества, они имеют право его продать любому человеку. Они сами заинтересованы, чтобы республика взяла на баланс. Но если республика не возьмет на баланс, они его продают частным инвесторам. И вы прекрасно понимаете, вокруг нас здесь появятся элитные дома. Как говорится, своя рука владыка. Предприятию нужны средства, и руководство пытается добыть их путем продажи своих активов. Винить их за это нелогично, при том, что «Дагдизель» переживает сейчас не лучшие времена. Кредиторская задолженность объекта за прошлый год больше 2,5 миллиардов рублей. За комментарием мы обратились в дирекцию. Однако свои планы на стадион обнарудовать они не могут ввиду секретности объекта. Но известно, что переговоры с местной властью уже ведутся. Администрация города обратилась с письмом к новому директору с просьбой объяснить, что они собираются делать с этими объектами. И по мере возможности передать их собственность или администрации города, или хотя бы министерству физкультуры и спорта. Недавно была личная встреча главы города и директора завода. И вот при личной встрече, вроде новый директор сказал, что будет искать инвесторов для того, чтобы восстановить. Вариантов сохранить стадион немало. Найти инвесторов, перевести объект на баланс государства или же выкупить его правительству Дагестана. Сейчас дворец оставляет удручающее впечатление. Когда-то это был один из главных спортивных объектов республики. Здесь находится даже уникальная яма. Углубленная площадка, коробка для игровых видов спорта. Представьте, здесь скамейки везде были. Люди приходили и наблюдали, болели. Это все было переполнено людьми. Это было, знаете, здесь было табу вообще даже соринку бросить. А сейчас посмотрите, в каком она состоянии находится. К сожалению. Ко всему прочему, дворец нужно не только отстоять, но и реконструировать. Однако, по словам специалистов, главное не отдать. А там потом дело за малым. Если бы эти объекты были собственностью администрации города или министерства физкультуры и спорта, можно было бы писать письма, чтобы нас включили в какую-нибудь федеральную программу и были бы выделены федеральные деньги на ремонт, на реконструкцию. Пока эти объекты являются собственностью акционерного общества, ни в одну федеральную программу они попасть не могут. Основные защитники стадиона – это общественность города. Они уже продолжительное время пытаются обратить внимание республиканских властей на проблему. До столи Гейбата в каждые выходные проводят массовые зарядки с приглашением именитых спортсменов. Для меня, в первую очередь, как для спортсменов, который в прошлом занимался профессиональным спортом, хотелось бы, чтобы был в республике такой стадион. Почему? Потому что наше подрастающее поколение, оно растет, чтобы у них была возможность заниматься, тренироваться. Мы когда тренировались, это были 2000-е годы, да, мы здесь, как весна наступала, мы проводили здесь все свои тренировки. Он был более-менее, но сейчас он вообще никакой. Здесь кустарники, деревья сухие, его надо капитально делать. На эти мероприятия собираются сотни горожан, любящих спорт, среди которых и дети. Каждая такая зарядка здесь заканчивается с призывом спасти Каспийский стадион. Нынешняя кампания в поддержку стадиона не первая. Помимо общественности, этим вопросом на притяжении нескольких лет озабочен и муниципалитет. Я неоднократно обращался к нашему Путину Владимиру Владимировичу и Медведеву, и Матвиенко, и Михельсону, и Мутко. Все эти люди дают ответ, что согласно закону у них нет полномочий забрать у кого-то, например, у акционерного общества и передать нам, что этот вопрос мы должны решать на месте. И отправляют эти письма правительство республики Дагестан. Разрушать стадион не хочет никто, ни муниципальная власть, ни общественность, ни Дагдизель. А значит, сейчас все зависит от воли руководства республики. Если правительство Дагестана не приобретет стадион, то на его месте, вероятно, вырастет жилой комплекс с видом на море. Так, 120-тысячный город останется без единственного народного дворца спорта. Но активисты уверены, стадион еще возродится и даже решили, что назовут его в честь олимпийского чемпиона из Каспийска Владимира Юмина. По тематам Ханапова, Гаджи Магомедов, Салман Гитихмайев, новости ННТ, Каспийск. Охотник за биткоинами принес ущерб электросетям на 4,5 миллиона рублей. Житель Хасавюрта незаконно подключился к сети, чтобы питать электричеством так называемую майнинговую ферму, сооруженную им собственноручно для получения криптовалюты. Но незаконный бизнес обнаружили полицейские, и теперь за цифровые дела предпринимателю грозит реальный срок. Подробности дела у Зумруд Гамидовой. Самый выгодный майнинг – это майнинг на бесплатном электричестве. Этого принципа придерживаются мошенники во всех странах мира, в том числе и в России. Так поступил и предприимчивый делец из Хасавюрта. В этом заброшенном здании всё словно из сцены фильма «Матрица». Здесь пряталась огромная фабрика по добыче криптовалюты. Весь ангар был забит специальными микросхемами. Именно для их охлаждения понадобились мощные вентиляторы в окнах. Как выяснилось, 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолагском и Казбековском районах республики, где и организовал криптоферму. Одна из мини-станций в виде трёх трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина не признаёт. Говорит, что за электроэнергию на одной из ферм он платил, а цех в Казбековском районе и вовсе не был запущен. За электричество платили, счётчик, всё как бы, ну как подобает, то есть без каких-либо претензий. А почему-то там выявили какие-то нарушения, будет уже решаться дальше, после следствия, скажем. Судя по всему, мужчина планировал и дальше наращивать производство, поскольку всё помещение было заставлено коробками с новым оборудованием. Теперь же он рискует отправиться за решётку по статье «Причинение имущественного ущерба». На подозреваемого возбудили уголовное дело. Он помещен под стражу. Зумруд Гамитова, Даут Гасанов, при содействии МВД Дагестана. Дух ушедшей эпохи работы гончаров и ковроделов. В Дербенте открылся первый этно-хостел. Его посетил глава города Хизри Абакаров. Идея проекта принадлежит местным жителям. Ислам Раджабов и его брат Тельман переделали старый дедовский дом в небольшой атмосферный хостел с несколькими гостевыми комнатами. Здесь собраны старинные предметы быта и национальная утварь. Хостел открылся совсем недавно, но его уже успели посетить туристы из 15 городов России и 5 стран мира. Посетившие этно-дом гости очень довольны его убранством и оставляют свои положительные отзывы о нём. В это замечательное место я приехал из Азербайджана вчера. И повезло мне остановиться, мне понравилось. Потому что я путешественник, я был в 58 странах мира и примерно более чем в 100 хостелах останавливался. И вот этот интересный подход, национальный очень, который вот здесь воплощен в виде вот этих всех артефактов, в виде ковров, в виде общей обстановки интерьера, мне очень понравилось. Хизри Абакаров заявил, что руководство города окажет поддержку в развитии проекта. И отметил, что жители Дербента должны брать пример с таких энтузиастов, которые стремятся сделать свой город лучше и интереснее. Последние дни месяца Рамадан 240 дагестанских паломников проведут в Саудовской Аравии, выполняя обряды малого хаджа. Специально для этого из Махачкелы в Медину был организован прямой чартерный рейс, который за 4 часа доставил группу паломников на священную землю. Обычно регулярные транзитные рейсы до Лучезарной Медины занимают половину суток, но прямой чартер в священный город сократил время до 4 часов. В Медине паломников ждет посещение главной мечети, затем они отправятся в Мекку, где и будут выполнять уже непосредственные ритуалы малого хаджа. Большая милость священного Аллаха, что он нам дал такую возможность совершить умра вместе с Рамаданом. Это недавно было мечтой, сейчас, ахамдуллах, помилусь Аллаха, есть возможность совершить свободную умра. И, как мы видим, с каждым годом увеличиваются желающие, которые хотят совершить умра. Воистину, умра, совершенное во время Рамадана, приравнивается к совершению хаджа вместе с пророком. Таково вознаграждение за малое паломничество. Многие мечтают провести месяц Рамадан на святых землях. И те, кто смог воплотить свои желания, переполнены счастьем и радостью. Малый хадж в месяц Рамадан от компании «Рамадан» и «Марва» совершат более 800 человек. Дагестанские паломники в Саудовской Аравии останутся до праздника Идульфитр и уже затем вернутся на родину. Обратные рейсы в Махачкалу запланированы на 6 и 7 июня. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала. Многоцветие Дагестана и колорит родного края заметны в картинах Магомеда Даудова, несмотря на то, что они выполнены в технике черно-белой графики. Накануне в Музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой молодой художник представил персональную выставку «Пласты времени». Экспозицию составили более 50 произведений разных лет. Многие из них зритель увидел впервые. Побывал на выставке и наш корреспондент Патимат Кадеева. Имя Магомеда Даудова для Культурного общества республики – большая находка. Организовать первую персональную выставку в крупнейшем республиканском музее для художников немалая честь. Сюжеты его произведений нелиричны. При всей любви автора к деталям и мелочам его работы изумляют своим простором и силой. Меня больше всего привлекла картина «Молитва», потому что видно, что художник очень хорошо над ней поработал. Работа света тени, то есть сразу видно, что это профессионал, и у него есть собственный почерк. Увлекаться живописью Магомед Даудов начал со школьных времен. Интерес к искусству привил учитель по рисованию. Позже, будучи студентом художественно-графического факультета ТГПУ, Магомед стал ездить на пленэрные практики в горный аул республики. На сегодняшний день, являясь преподавателем художественного училища имени Джамала, в свободное время Магомед старается уделять рисованию. Приезжаю в то или иное село, я стараюсь посмотреть со стороны и поймать саму характерную этого села. Это больше всего, как правило, панорамный уитт или характерная часть его. Если говорить о наиболее таких близких для меня и наиболее широко представленных на выставке селения, это Кубачи и родное село Гапшима. Основная часть выставки – это не этюды, а сюжетные экспозиции, выполненные художником по возвращению. Сейчас в его коллекции более 80 произведений разных лет собрания. Они выполнены в самых различных жанрах. В основном это пейзажи его родного села Гапшима и других поселений Дагестана. Уникальность, наверное, этой выставки – это показать то мастерство. В первую очередь, эта выставка сделана для студентов, для его студентов, для студентов других художественных вузов, чтобы они пришли и уже не в рамках аудитории пленера, а вот вживую увидели то мастерство и то, что от них хочет добить своих учителей. В работах молодого художника нельзя угадать время. Перед нами бесконечное наслоение эпох, вечные пейзажи, а изображенные герои – вечные мудрецы. Они не наши современники, а часть истории, артефакт, который надо беречь. Выставка Магомеда Даудова продлится до 14 июля. Напомним, посетить ее можно будет в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Патимат Кадеева, Карина Баталова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин